Всем привет! Меня зовут Ира и это мой канал Holland and Me. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, чтобы не пропускать мои новые видео. Но в сегодняшнем видео я бы хотела поднять такую тему, как цены в голландских супермаркетах. Какие супермаркеты существуют, какие супермаркеты подешевле, какие подороже. Ну и покажу вам цены на такие стандартные продукты, которыми мы тоже пользуемся и покупаем, и кушаем, например, у себя на родине. Не буду уже прям так углубляться в голландские какие-то продукты. Если тебе эта тема интересна, то продолжай смотреть. В Голландии существует достаточно много сетей супермаркетов, таких как Lidl, Aldi, Cope, Jumbo, Albert Heijn, Hochfleet, Spar, Dirk von den Broek, Plus и так далее. То есть достаточно много разных супермаркетов. В некоторых цены немножко выше, в некоторых ниже. Есть такое мнение, существует, что супермаркеты, такие как Lidl и Aldi, то есть они тоже немецкие супермаркеты, то что они самые дешевые. Но это, к сожалению, не так. Или, к счастью, я не знаю. Потому что, например, в 2019 году самым дешевым супермаркетом в Голландии был признан супермаркет Dirk von den Broek. То есть не Lidl и не Aldi. Также в Голландии существует и пользуется популярностью онлайн супермаркеты, таких, например, как Picnic. Этот супермаркет не имеет магазинов, он просто доставляет продукты по всей Голландии на дом. И, конечно же, многие супермаркеты имеют приложение, через которое ты можешь заказать тоже продукты и тебе их привезут на дом. Там нужно заказывать на определенную сумму, по-моему, 25 евро минимум, и тогда будет бесплатная доставка. Это очень удобно, экономит время и силы, то есть не нужно тащить тяжелые сумки. Их принесут вам прямо под дверь. Это, конечно же, очень удобно. Чтобы сделать для вас более объективное такое видео, я не буду брать самые дешевые супермаркеты или самые дорогие. Я возьму такой среднячок, и это YUMBO. Супермаркет YUMBO также находится недалеко от моего дома. Но чтобы никуда не ходить и не ходить по супермаркету с камерой и снимать для вас цены, как дурочка, я решила сделать видео немножечко другого формата. Я просто воспользуюсь на моем телефоне приложением Hello YUMBO от супермаркета YUMBO. И вы сможете увидеть на экране все, что я вижу на экране моего телефона. Так я никуда не буду выходить, просто в домашней обстановке с вами посмотрим все цены на продукты в Голландии. Ну что, поехали тогда. Тогда я захожу в приложение YUMBO. И мы пойдем сразу же на продукты. И тут все очень удобно сделано, все разделено на различные категории. То есть, например, первая категория идет картошка, рис и паста. Потом идет рыба и мясо. И также для вегетарианцев продукты. После чего идут овощи, фрукты. Потом все для готовки. Например, такие разные специи и разные готовые уже блюда, которые только надо разогреть в микроволновке. Потом идет отдельно морозилка. То есть, все, что находится в морозильной камере. Такое, как мороженое, замороженные фрукты, замороженные пиццы, замороженные овощи, рыба. Все, что угодно. Креветки. Следующий раздел это хлеб. Хлеб, разные завтраки, такие как хлопья, крекеры разные. Потом сюда же относятся намазки на хлеб. И также колбаски, которые у них там в супермаркете так тоненько нарезаны всегда. То есть, все, что кладется на хлеб, тоже находится в этом разделе. После чего мы передвигаемся к молочным продуктам, йогуртам. Также сливочное масло. Здесь будет и яйца. Следующий раздел это печеньки, тортики, пироженки, конфетки, чипсы. То есть, все такое более для детей и уже для таких девушек, как я, под запретом. Следующий раздел это напитки. То есть, всевозможные кока-колы, редбулы. Также здесь находится кофе, чай. И следующий раздел это слабоалкогольные напитки. И также напитки с более высоким содержанием алкоголя. Следующий раздел, что мы видим, это бытовая химия. Там разные средства гигиены. Также для маленьких деток присыпки разные и разные пюрешки. И все, наверное. То есть, сегодня я вам не буду рассказывать уже про зубные пасты и все такое. Если вам интересно, то оставьте в комментариях. Я обязательно сделаю отдельное видео. Поехали, наверное, дальше. Ну, давайте начнем с самого первого. Зайдем, посмотрим, например, сколько стоит... Давайте картошка. Вот самая простая картошка. Не почищенная. 1 килограмм. Заходим. Вот так она выглядит. Евро 79 за килограмм. Это картошка. Теперь давайте пойдем на пасту. Вот посмотрим, например. Тут все есть и макароны, и спагетти. Давайте спагетти посмотрим. Вот спагетти. Здесь, например, самое, я вижу, дешевое. 500 грамм спагетти от Юмбо. Стоит 57 центов. Вот. А еще я вижу здесь за 2,46. 2 евро 46 центов сразу же уже есть паста с соусом специальным. То есть, уже готовое блюдо вам. Так, пройдемся дальше. Давайте зайдем на рис. Вот простой белый рис. Сейчас посмотрим. Например, 400 грамм такая упаковочка стоит. Евро 24. Вот это рис у нас. Видите, какие цены тоже. 300 грамм евро 48. То есть, все вот в этом пределе. Смотрим дальше. Есть еще такой коричневый рис, который более полезный. Но он за 400 грамм даже дешевле. Он выходит всего лишь за 69 центов. Вот. Гречки в голландских супермаркетах я не видела. У них есть, похоже, чечевица такая. Вот она. Она стоит 2,66 за 400 грамм. Но я это не очень люблю. Как бы... Ну, вам для информации просто. Поехали дальше, наверное. Будем переходить к мясу, рыбе и вегетарианским продуктам. Так, посмотрим, что у них есть для вегетарианцев сразу, чтобы уже отделаться. Для вегетарианцев, видите, сделано на сои, например. И есть фарш, который сделан на сои. Вот так это выглядит. За 175 грамм 2,47. Я быстренько пробегусь по вегетарианцам, потому что я не думаю, что у нас так много... Вот гамбургеры есть, например. 200 грамм евро 73. То есть, вот такое. Побежали дальше. Давайте пойдем на рыбу. Ну, вот, например, это лосось или семга. Вот. 270 грамм 2 штучки это получается. Общая масса 270 грамм стоит 5 евро. Это еще и на скидке. Оно было 6,50. То есть, я считаю, рыба в Голландии, ну, очень дорогая. Это капец. Приехала в Голландую морскую страну, а рыба очень дорогая. Ну, вот вы видите цены, да. 290 грамм 6 евро. Тут 2 кусочка по 125 грамм 7 евро. Тут такой микс есть с разных кусочков рыб. И он тоже стоит 7 евро, но он вообще 300 грамм всего. То есть, рыба очень дорогая, считаю. Это что касается лосося. Потом есть еще пангасия. Говорят, что она не очень 2 здоровья. Вот, типа, что она там как-то плохо ее разводит. Но, не знаю, я иногда ем, и мне нравится она. Вот здесь разные есть. Например, простая. Стоит она за 354 грамма 4,50. Там 2 таких кусочка, например, есть со специями. Ну, это очень вкусно. Можно быстренько пожарить и готово. Вот, это пангасия у нас. Потом есть еще треска. Вот филе трески у нас стоит 270 грамм за 6 евро. Ну, вы видите, какие цены. На рыбу, конечно, это ужас. Давайте, наверное, посмотрим креветки. Вот, 200 грамм креветок, которые еще нужно жарить. Они только в маринаде. 200 грамм 5,59. То есть, вот есть такие креветки, которые можно уже сразу кушать. Это такие знаменитые голландские креветки из Северного моря. Они, кстати, маленькие, но они очень вкусненькие. Я сама такая креветочница, что вообще. Но они дорогущие тоже. За 100 грамм 3,99. Это мне на один зуб. Ну, вот, короче, рыба и креветки. Здесь, конечно, все дорого. Вот, видите, сами цены примерные. Я вам промотаю. Так, посмотрим дальше. Это вот по креветкам, по... Вот, посмотрим, крабовые палочки. Крабовые палочки, конечно, дешевые. Вот, за 79 центов можно купить крабовых палочек. Ну, это, конечно, один крахмал и краситель и все такое. То есть, там крабом и не пахнет. Вот, наверное, так прошлись по рыбе. Вот, давайте тогда уже переходить к мясу. Давайте начнем с фарша. Вот, фарш. Например, говяжий фарш. Возьмем от Юмба. Вот, за 350 грамм выходит 3,49 евро. Есть еще 300 грамм 2,29 евро. Это все у нас говяжий. Есть смешанный. То есть, это свинья... Свинина и говядина вместе. Вот, за 500 грамм 2,69 евро стоит фарш. Мясо, короче, тоже не дешевое в Голландии. Вот, давайте теперь перейдем быстренько. Есть колбаски разные. Например, вот такие колбаски. Вот, например, 400 грамм. 5 штук колбаски 2,65 евро. То есть, это еще так более-менее. Поехали дальше. А, курицу. Вот куриное филе. Куриное филе 800 грамм 7 евро. Давайте посмотрим, что-нибудь поменьше. Например, 2 штучки тут лежат. 390 грамм 4,64 евро. То есть, курица тоже такая недешевая. Вот, посмотрим куриные ножки. Уже есть, например, под соусом каким-то. Раз, так сколько их штук? 8 штук 980 грамм 3,59 евро. То есть, вот такие ножки. А простые ножки без ничего. 4 штучки 490 грамм стоят 2,49 евро. Вот. Это что касается курицы. Давайте зайдем на свинину. Вот, например, у них здесь свинина, есть филе. Вот такие кусочки мяса. 300 грамм 2,45 евро. Также есть, например, более-таки толстенькие с жирком. И это уже 380 грамм 2 штуки. 2,89 евро. Так, переходим дальше. Переходим к... Говядине. Вот, говяжьи такие кусочки мяса. Общим весом килограмм 40. Их там 2 штучки. 8 евро 74 цента. Есть еще такие кусочки мяса. Вот, 628 грамм 6 евро 89 центов. Ну, вот, например, 2 штуки 400 грамм. То есть, за штучку 200 грамм 5 евро 40 центов. То есть, примерно, цены на мясо вы уже тоже знаете. Наверное, это все по рыбе и мясу. Пошлите дальше. Пойдем на овощи. Давайте посмотрим. Помидоры. Ну, вот, простые помидоры, например, в пачке. Юмбо, смотрим. 5 штук. 2 евро 39. Вот. Ну, вы видите, примерные цены до... Самые дорогие это 2,39. Вот. Есть маленькие такие мини-помидорчики, которые называются Snoop Tomaches. То есть, они для перекусов такие. Cherry Tomaches. Вот, например, за 500 грамм 2,99. Побежали быстренько дальше на болгарский перец. Вот 3 штучки. Стоит евро 59. Вот. А это за штуку евро. Кошмар. Побежали опять на огурцы. Вот эти длинные огурцы. И один огурец стоит 85 центов. А есть ещё такие маленькие огурчики. Они тоже считаются, чтобы как перекусить. 400 грамм 2,99. Тоже, я считаю, очень дорого. Давайте посмотрим кабачки. Ну, вот кабачок за штуку 69 центов. Это за штуку. Простой салат, листья салата евро 19 за такой качан. Вот такой простой ещё листья зелёные салата 69 центов за целую такую... за целый качан капусты. Давайте посмотрим на лук. Лук красный, например, 500 грамм 66 центов. Простой лук за килограмм 99 центов. То есть лук недорогой. Очень быстренько чеснок. Вот наш чеснок за 100 грамм 89 центов. Морковку. Здесь уже есть нарезанная морковка. Есть маленькие морковочки такие, вот которые уже почищены, и всё их только нарезать. Например, 325 грамм стоит 1 евро. Либо есть морковки с хвостиками такие. Она за вот такой вот, за пакетик такой, за такой букетик. Евро 25. Наверное, по овощам всё. Давайте перейдём к фруктам. Фрукты, яблоки и груши. Посмотрим яблоки. Полтора килограмма. 2 евро 39. Это яблочки. Есть, конечно, за килограмм уже подорожь немножко. Вот эти голден, например, очень вкусные. Тут евро 99 за примерно 6 штук. Посмотрим груши. Вот за килограмм груш у нас евро 69. Посмотрим бананы. За 7 штук евро 65. Бананы я люблю очень много. Почти каждый день ем здесь бананы. Давайте посмотрим цитрусовые. Апельсины. Апельсинки стоят у нас за 2 килограмма 2,79. Мандарины. Стоят евро 99 за килограмм. Посмотрим на лимон. Лимон у нас за 5 штук евро 49. Так, и есть еще лаймы. И они... Посмотрим. 3 штуки за евро 50. Вот такие цены у нас на цитрусовые. Очень дорогие здесь... Если это не сезон, то очень дорогие клубники и вот эти все ягоды. Это ужас. Например, 400 грамм клубники это 3,99. А если мы возьмем такую маленькую упаковочку клубники и голубики, то это будет 3,99 за 300 грамм. То есть я считаю, что очень дорогие ягоды. То же самое и малина. Вот возьмем, например, 250 грамм малины и это 3,99. Ну, кошмар. Поехали дальше. Возьмем виноград. Вот без косточек виноград. 500 грамм. 2 евро 58. Ну и другие виды. Видите, 2,19 за 500 грамм. Евро 69 за 250 грамм. Вот это виноград. Ну, такие фрукты, как ананас, манго. Сейчас посмотрим тоже. Вот ананас за штуку стоит евро 69. Есть нарезанный ананас. Вот видите, за 2 евро, 3 евро. 3 евро это за 400 грамм. Вот. Посмотрим манго. 2 штучки. Манго стоит 2,89. Есть также нарезанное манго. Уже готово для вас. Только вилочкой его берите и кушайте. 2 евро стоит 175 грамм. И за штуку манго стоит 1,69 грамм. То есть, тоже не дешево. Киви. Вот такая вот корзиночка, пакетик такой киви. 1 килограмм. Она стоит 2,59 за килограмм. Дальше это арбуз. 3,49 за штуку. Дыня. 2,19 за штуку. И тут есть также нарезанный. 400 грамм стоит 3 евро. Например, вот это. Ну, вот такие примерно цены. Ну, давайте посмотрим еще авокадо. Авокадо, видите, за 1 штуку авокадо. Один плод стоит 1,29 евро. А если такие зеленые авокадо? 750 грамм за 3 евро 9 центов. Вот. Наверное, по фруктам все. На вот эти вот для готовки, наверное, заходить особо не буду. Я вижу здесь разные супы, приправы. Это, наверное, не очень интересно. Я это немножечко пропущу, если не страшно. Давайте пойдем лучше на все, что из морозилки. То есть, например, замороженная пицца. Вот, посмотрим, например, с мясом. Вот, замороженная пицца. 320 грамм. Стоит 2 евро и 9 центов. И вот вы видите другие тоже. Гавайи. Евро 87, извините. Потом, вот, с курицей, например, пицца. 355 грамм. 2 евро 49. Рыба из морозилки. Про что я вам говорила? Про креветки, например, которые, ну, будут уже дешевле, чем свежие. Вот, за 300 грамм креветок из морозилки, которые еще нужно полностью размораживать и готовить, стоят они 5,24. И вот, вы видите, 300 грамм 6 евро. 300 грамм 5,76. Вот такие цены на креветки. Тоже достаточно дорого, но все-таки немножко дешевле, чем свежие креветки. Также давайте посмотрим на замороженную рыбу. Вот, например, такая рыба 500 грамм. Опять же, лосось. Вот. Ее только разморозите, можно поджарить. И будет, кстати, тоже очень вкусно. 500 грамм стоит 4 евро 68 центов. То есть, уже дешевле, чем свежая рыба. Ну, давайте посмотрим по мороженому. Если простой мороженый, например, ванильный, в такой вот, в таком пластмассовой баночке такой. Здесь 1000 миллилитров, то есть литр. И стоит это 2,23. Здесь можно уже добавлять любой соус, который хотите. Давайте возьмем немножко, вот, по ценам пройдемся. То есть, например, 900 миллилитров другой марки Герта к Гертах стоит уже 2,67. Видите, вот такие цены. Бенн Джерис. 5,59 за пол-литра. Вот, а сейчас давайте посмотрим на палочках, например, мороженое. Вот от Юмба шоколадное, похоже на Магнум, только от Юмба. И оно стоит за 4 штучки, находится внутри. Евро 37. Вот, посмотрим. Это такие лёдики. Здесь 9 штук и стоит 3,85. Ну, вот, видите, такие цены на мороженое. Вот, кстати, Магнум. 3,96 стоит 6 штук. И также 3,89 за 6 штук с шоколадом. Ну, это вот так по мороженому. Пойдемте давай дальше к хлебу, а то затянется надолго видео. Вот хлеб, давайте. У них есть такие прикольные булочки. Вот, например, 10 штук. Стоит всего лишь 1,50 евро. И это такие белые булочки. Можно их с чем угодно. И со сладкими, и не сладкими. С колбаской можно сделать очень вкусно и удобно. То есть, вот это цены на булочки, видите, евро 29, 95 центов. Вот. Давайте пойдем. Белый хлеб. Ну, вот, стандартный такой белый хлеб стоит, например, 99 центов. Вот этот белый хлебушек. Давайте зайдем на коричневый хлеб. И он стоит тоже вот в пределах евро, евро 7 центов. То есть, вот такие цены на хлеб. Давайте посмотрим на мюсли разные, мюсли, крюсли. Вот, если мы возьмем какие-нибудь, я не знаю, ну, вот эти. Это с изюмом и с орешками, и они стоят за килограмм евро 53. Вот, видите, 2,99, 2,30. Вот в таких пределах таких цен. Давайте посмотрим также еще, например, колбаску, которую можно класть на хлеб. Ну, вот самая, наверное, такая ходовая. Это ветчина. Она уже нарезана, то есть, 175 грамм стоит евро 27. Давайте посмотрим, например, салями. Ну, вот вы видите цены. Евро 34, евро 50, евро 15. Вот такие цены на колбаски. Есть паштет. Вот, например, за 170 грамм 2,14 евро. Вот, видите, 170, 2,16 евро. 2,42 евро. Ну, вот такие цены на паштет. Плавленый сыр. Вот, например, от Юмба. 40 центов стоит вот такая баночка 100 грамм. Есть также еще другие, конечно же, марки. Ну, это в пределах евро, евро 5. Вот, я вижу, самый дорогой евро 55. Вот это плавленные сыры. Давайте пойдемте сразу уже на молочку. Ну, давайте по молоку пройдемся. Я беру в основном фоломелок. Это более жирное молоко. Мне оно по вкусу больше нравится. Ну, и вот за литр мы видим евро 5. Вот это простое молоко Юмба. От своей же марки. Я его все время беру. 1 литр 95 центов. Вот это молоко. Также есть что-то вроде кефира. Оно более такое, как кефир, но только более жидкий. Называется Карнемелок. Вот. Это 75 центов за литр. Давайте посмотрим на питьевые йогурты, например. Со вкусом малины. Это 0% жира. Евро 35 за литр. Также есть разные вкусы. Вот. То есть евро 27, 89 центов. Вот вы видите все эти цены. На йогурты. Так. Что еще можно посмотреть здесь? Давайте посмотрим простые йогурты уже, которые, например, с разными вкусами. Ну вот. Фруктовый йогурт стоит за 200 грамм 93 цента. Потом есть со вкусом персика. Килограмм. Евро 99. И давайте пройдемся по сыру. Вот, например, голландский сыр. 400 грамм. Он уже нарезанный, упакованный. Его можно класть на хлеб, опять же. Стоит за 400 грамм 2,99. И вот вы видите цены на сыр. То есть, конечно же, зависит от какой он марки. Если от Юмбо самого, то подешевле. Вот. Евро 94 за 190 грамм. Так, поехали дальше. Давайте посмотрим, сколько стоит масло. Я беру всегда вот такое масло. Просто от Юмбо. Сливочное масло. 250 грамм. Евро 89. Которое более мягенькое такое. Сразу же можно на хлебушек намазать. Это евро 93 за 225 грамм. Давайте посмотрим яйца. Ну вот, яйца простые. 10 штук. Размер М. 2,85 за 10 яиц. Вот самые большие. L. Здесь 2,99 за 10 яиц. Посмотрим дальше. О, есть еще XL. И это стоит 3,29 евро. 29 тоже за десяток. Вот цены на яйца. И мы двигаемся дальше. Зайдем на шоколад. Быстренько посмотрим. Я, наверное, уже не буду вам все прям показывать шоколадки, конфетки и все такое. Просто молочный шоколад. Сейчас возьмем Милку, например. Вот за 100 грамм шоколадка со вкусом Орио стоит 95 центов. Где вот молочный шоколад, например, от Юмбо. 200 грамм стоит евро 57. Снова Милка. Евро 18. Тонис Шоколонли. 276 за 180 грамм. Ну вот это цены на шоколад. В принципе, я здесь уже не буду показывать вам жвачки и все такое. Мне кажется, это уже не так важно. Давайте перейдем сразу на напитки. На прохладительный напиток, например, кола. И посмотрим, сколько стоит. Полтора литра колы стоит 2 евро 19 центов. Есть еще Кока-Кола от марки супермаркета Юмбо. Ну, конечно же, по вкусу, наверное, отличается. Но 4 бутылочки по полтора литра стоят 2 евро 60. То есть, конечно, намного дешевле, чем от Кока-Кола. Вот видите, литр стоит евро 77. Так. Пепси за полтора литра евро 77. Ну, это то же самое, если я буду смотреть на Фанта и все такое. То есть, это будут такие же цены. То есть, евро 79 за полтора литра. Ну вот, вы видите. И спрайт, и все другие напитки тоже самое. Поэтому, наверное, я буду продвигаться к... Давайте Energy посмотрим еще быстренько. Например, Red Bull. Red Bull за 6 баночек 250 миллилитров стоит 6 евро 86. Давайте перейдем на кофе. Вот если кофейные зерна от Юмбо, килограмм стоит 5,99. Посмотрим, если кофе возьмем мы для Сенсея, например, то 36 таких специальных штучек для аппарата стоит 3 евро 83 цента. Давайте посмотрим по чаю. Вот, например, зеленый чай. В пакетиках Pickwick. 40 штук. Стоит 2,66. Ну и вот, вы видите, цены на чай. Евро 18, если это брать, например, от марки Юмбо. Различные чаи. Pickwick евро 53. Lipton стоит евро 87 за 20 пакетиков. Вот такие цены на чай. И давайте посмотрим, конечно же, сахар. Простой белый сахар килограмм стоит 62 цента. Вот. От Юмбо вообще стоит 57 центов. Также есть еще сахарные кубики. Мы берем всегда тоже от Юмбо. Стоит 99 центов за килограмм. Это уже сразу готовые кубики. Ну и есть, конечно же, еще коричневый сахар. Вот, вы видите, за 500 грамм 2,52. 2 евро 52 цента. Ну и так далее. По сахару понятно. Ну и перейдем, наверное, уже на последнее дело. Это вино и пиво. Вот, давайте посмотрим бутылочку красного вина. Цены я уже открывать не буду. 5,69. 4,99. 7,99. Снова 4,99. Вот. Такие цены. Вот за литр, например, 3,95. Красное вино. Ну и, наверное, можете ожидать такие же цены на белое вино. То есть, под 6 евро. Я считаю, что от 5 до 6 евро они варьируют и дороже. Это, я не знаю даже, что за вино сейчас на евро 78. Ну вот. Посмотрим по пиву. Вот. Продается целыми вот такими, я не знаю, как это по-русски, такими ящиками. В них находятся 24 бутылки. И это стоит 16,49 евро. Это Ганекен пиво. Есть еще Гертахьян. Тоже 24 бутылочки. 16,59. Также есть, вот, Ганекен, например. 24 не бутылочки, а эти баночки. И это стоит 17 евро 50 центов. Вот это цены на пиво у нас. Ну и, наверное, уже по сильно алкогольным напиткам пройдемся быстренько. Виски, например, стоят... Джонни Уолкер, например, Ретта Лейбл стоит 20,69 евро. 19,69 евро 50 центов. Бэллентайнс 19,69 евро 50 центов. 19,69 евро 50 центов. 19,69 евро 50 центов. Так. Давайте ликер еще посмотрим быстренько. Например, Бейлис. Стоит 23,69 евро за 1 литр. Ну, вот такие цены на ликеры. Я уже все полностью показывать не буду. Уже и так мы слишком долго все смотрим. Ну, наверное, я буду заканчивать, потому что уже мы все просмотрели. Буду завершать уже, наверное, это видео. Ну, вот, ребята, я вам показала такие самые главные продукты, самые главные цены на продукты питания в Голландии. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вы хотите еще видео, например, с ценами на другую продукцию, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Я, возможно, для вас тоже сделаю такое видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь обязательно на мой канал. И на следующей неделе будет мое новое видео. Всем большущий привет из Голландии. И до следующей недели, до пятницы. Всем пока.